Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в The Tennis. В предыдущей серии мы с тобой накопили денежек, все-таки и выплатили кредит. И, собственно говоря, давай мы выполним еще один заказ. Точнее, наверное, вот этот вот, дождемся заказа. Выплаты по вот этому заказу. И... 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 Я жду отзыв клиента, и все-таки... Давай, клиент, отзывайся. Плати нам денежку, и мы купим себе новый дом. Пусть в кредит, зато, наверное, все-таки нам... Будут платить гораздо больше, чем за предыдущие квартирки. 43 тысячи, и что так мало-то? Отзывы. Всего-навсего 1700 нам выплатили. Смотри, вот этот дом, или что это такое-то, ангар какой-то, стоит 273 тысячи долларов. У нас с тобой 43. То есть нам нужно... 230. Мы возьмем в банке 250. И... И возьмем его на... Блин, очень уж дорого. Ну, попробуем. Да, я должен буду его выплатить. Все будет хорошо. Думаю, что... Покупаем. Покупаем этот дом, и его можно уже, в принципе, сдавать, он в таком нормальном состоянии. Но мы вот эту двадцаточку, которая у нас есть, сделаем. Здесь ремонт. Телевизора здесь нет. Здесь есть комната-сад. Есть здесь две спальни. Здесь есть... Да в целом-то неплохая квартирка. Вот эту ерундистику только давай передвинем, чтобы она немножечко ровнее здесь стояла, чтобы она не мозолила мне глаз. Сейчас поставим, поставим здесь. Что здесь можно поставить? Здесь можно... Можно что-нибудь такое поставить, чтобы... А вот здесь вот кухонные утвари можно прилепить. Плиты... У плиты можно сделать вытяжку. Поставить микроволновочку. Угу. Сюда вот поставить тостер. Естественно, как без тостера. Хлебушек жареный любят все. Чайчик прилепить вот сюда тоже. Угу. Угу. Вот тут комната, конечно, такая на себе. Не очень прям... Хорошая, но в принципе неплохая. Что это такое за... Угу. Не, я это продавать не буду. Пусть стоит. Пусть стоит здесь. Повесим только картиночку какую-нибудь, чтобы она... Ой, нет, не такую. Повесим вот такую картиночку. Она здесь очень даже неплохо... Или нет? Здесь все-таки человек спортивный. Здесь гантельки, не гантельки. Давай здесь повесим какой-нибудь мотивационный постер, чтобы он... Чтобы этот человек... Нет, это прям ерунда. Вот такой вот мотивационный постер будет вот здесь очень кстати. Чтобы человек брал, смотрел и занимался. Кухонька. На кухоньке можно прилепить вот сюда вот часики. Куда-нибудь часики повесить. Правильно? Правильно. Вот сюда. Давай повесить. Ну нет, нет. Здесь. Нет. Вот давай вот здесь. Часы. А вот сюда повесим, поставим. Точнее вазу с орхидеями. Угу. Вот сюда. Угу. Ну и в комнату можно поставить какие-нибудь часы. Вот это творческая личность это спортивный. Но вот здесь вот здесь. Блин, где-нибудь такие часики надо поставить дорогие, богатые. Чтобы чтобы понимали, что человек серьезный все-таки. Ванная, ванная прям такая на себе посредственная. А давай часы вот сюда вот захреначим. Нет, они должны стоять посередине. Они должны стоять вот где-то вот здесь. В середине. Переместим часы вот эти вот вот сюда. Ага. И поставим, поставим щитовая в ванной. Это лучшее решение. Повесим хотя бы вот в этот угол, чтобы не намочить, не дай бог. Угу. Что у нас тут для ванной нужно? Для ванны можно ну, можно ее продать, купить нормальную нормальную ванную. И поставить здесь какой-нибудь какой-нибудь, какой-нибудь ну, сушилку вот сюда можно прихреначить. Ну, почему нет? Машинка стиральная есть, сушилки нет. Это не круто. Давай еще что-нибудь куда-нибудь купим. Денежка пока благо позволяет нам это сделать. И и и и и а что я могу еще сделать? Здесь больше особо делать нечего. Можно сюда фонтанчик залепить. как ты считаешь? Я считаю, что да. Вот сюда и вот сюда. Красота, красота. И сделаем еще 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 какую-нибудь такую хотя больше нечего делать. Да, это сюда уже не влезает, поэтому нафиг. Нафиг это нам не нужно. Нам нужно нам нужно с тобой в столовую перейти и в столовой выбрать какие-нибудь такие эдакие стулья, которые должны стать частью интерьера, кроме высокой функциональности, должны иметь эстетичный внешний вид. Это, конечно же, очень здорово, но нет. Вот сюда вот какую-нибудь картину надо повесить. Здесь без картины никуда. такая пустая стена, она, не знаю, мне не нравится. Вот так вот. И скорее всего на этом мы с тобой закончим сейчас. Ну, в плане оформления. Поставим фикус. за сколько интересно получится загнать нам эту квартиру кому-нибудь? Да, вот здесь вот что-нибудь поставим. Зеркальце какое-нибудь вот сюда вот. Ну, или что-нибудь еще. Что-нибудь такое вот сюда поставим. Вот орхидейки вот сюда вот поставим тоже. Свечи на эту полочку. Кубики, кубики, кубики. Коробочки вот сюда вот поставим, положим. Вот это вот сюда тоже. Вообще отлично, чтобы человек прям радовался жизни. Оленьи рога можно над диваном повесить. Вот это вообще огонь. Не знаю, почему они здесь нужны, но пусть будут. Хуже от них никому не становилось. Этот человек явно стремится к каким-то достижениям, значит, ему нужны статуэтки, кубики всякие тоже. И что-нибудь еще еще что-нибудь такое. А что можно еще повесить? Ничего, ловец снова пусть висит вот здесь где-нибудь. Не знаю, я его почти каждому вешаю, чтобы был. Диван можно продать вот этот вот. Хотя он может быть не из плохих. Погоди. Диваны. Диваны. Вот этот я лучше куплю. Смотри, какой классный. Но он явно больше, и теперь нужно переместить рога. Ага, красота. Ну, в целом то закончен, ремонт? Закончен. Вот тут можно немножечко приделать в ванной какую-нибудь, не знаю, другую раковину. вот эту продать, вот эту прикупить. Правда, она здесь ни к чему. Вот здесь вот ни к чему она, я подумал, вот сюда вот, наверное, лучше будет поставить. Но опять, вот здесь вот, наверное, будет она лучше стоять. И, к тому же, можно поставить сюда тоже свечи и цветы. Ну, почему нет? Все, давай на этом закончим, мы попробуем, попробуем как-то вот выйти-то хоть, подожди, покинуть и начать день открытых дверей. Возьмем телевидение, радио, там, что там? 78 тысяч, нет, и нам даже тут вообще не нужен. 86 тысяч, что-то какие-то они все не очень богатые. Но это же второй регион, правильно? Я же переходил второй регион, да, это не первый явно. Чего? Что вам не нравится-то? Да вы все нищеброды, что вы сюда приходите с 80 тысячами? Что вас не устраивает здесь? Вы очень, очень предвзято относитесь к моей квартире? Домработник инфлюенсер. Ты хочешь снять у меня квартиру, но зарабатываешь при этом очень мало денег. Так, женщина, ты уходишь, я тебя попрошу уйти, у тебя 91 тысяча, и ты, наверное, более платежеспособен. Ой! это не тот сад-то у меня, вот он, сад еще есть. А я что, даже не подумал? 89, работник по уходу за детьми. Ты уходишь, да, ты тоже уходишь, попросить уйти. 88, атлет, котлет, но 10 тысяч он мне явно тоже не выпишет. А мне это нужно 10, тоже 89, откуда вы такие беретесь-то? исключительно, но не, мы с ним не договоримся на 89, ну давай попробуем, конечно, на 10 тысяч. А тут от чего зависит выбранная цена аренды? Я не пойму тогда, за что тут еще можно почему так дешево-то? Почему они оценивают меньше, чем в 10 тысяч? Я где-то обманулся, да, я где-то провалился, да? Стоимость столько-то, жильцы 2, 0 из 2, террасный дом начать. Писали бы, сколько здесь примерно, хотя престиж D31, ABCD, типа непрестижная квартира, год постройки старый, ну а что я могу еще сделать? Начать день открытых дверей, да, вот этот вот, я же целую квартиру, блин, сдаю. Дворник алкоголик, блин, это самый лучший контингент для моей квартиры, да, вот для дома, в котором охренеть, какой зал большой, фонтаны, статуи, олени рога тут висят, алкоголик, дворник, так, тебе-то что не нравится алкоголик-строитель? Дни алкоголики, бартер, угу, 9070, я в любом случае, короче, проваливаюсь, мне грустно от этого, понимаешь, я купил квартиру в надежде, что у меня, у меня будет большая аренда, ладно, давай договоримся, по-моему, меня где-то обманули, короче, мы пролетели с этой арендой, прям по самой не балуйся, ладно, хоть 5000 в месяц будем иметь с этой девушкой, да мы даже кредит погасить с них не сможем, убыточное жилье, просто купил себе, вот и все, твою мать, обидно, обидно, досадно, ну а что ж поделаешь, давай, короче, тогда начнем ремонтировать, ремонтировать и задания принимать, ну потому что что мы еще можем сделать, у нас вариантов других нет, нам нужно работать, чтобы хоть как-то, хоть чуть-чуть иметь денежку, спальня, 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 а, две спальни нужно делать, ужасный какой ремонт, все голубое, здесь будет зеленая стена, так, двухъярусная кровать, а в этой какая, тоже двухъярусная кровать, две одинаковые, короче, да, две одинаковые, желтый цвет, а где в желтый цвет, это вот эта спальня будет или что, отлично, отлично, а, или вот эта спальня будет, это вообще больше на фитнес-зал какой-то похоже, зачем здесь кровати нужны, здесь вон беговые дорожки, здесь вон туалеты, ванны, душевые, короче, вот еще одни тренажеры, кому они здесь уперлись, эти кровати двухъярусные, я не понимаю, двухъярусная кровать, а, может это общежитие какое-то, ну, не иначе, ну, и двухъярусную кровать, естественно, ставим вот сюда, ты видишь мои глаза, видишь, сколько в них боли, просто, понимаешь, 250 рублей слили туда, 250 тысяч долларов, или сколько он там стоил, 240, 280, много, короче, он стоил, и просто 5000 в месяц, с балансом в 3,5, просто в 3500 в месяц, чистого дохода, с одной квартиры, с этой, это просто трендец, я даже, я ремонт буду, блин, несколько месяцев, окупать, не то, что покупку квартиры, это, просто, просто, вот я не знаю, это ужас, две двухъярусные кровати, ну, точно, общежитие, обидно, обидно, короче, просто, вот и все, шкаф, поставим, вот, не знаю, зачем тебе такой шкаф, поставим тебе обычный какой-нибудь, хотя нет, этот шкаф дешевле, дешевле даже выходит, ланда, вот этот шкаф поставим, вот сюда вот, шкаф, шкаф, постер, приключения к воки, нет, нам это не нужно, нам нужно, вот, типа, вот такой вот, но повесь, молодец, постер, еще он не посчитал, это постером от Айт, но потому что это мотивационный постер, естественно, еще бы, еще кто бы мог подумать, а вот такой вот постер зайдет, да, небольшое украшение, это будет, нет, банк, это хреновое украшение, зеленая свеча, это в сад, может быть взад, но пока еще неизвестно, коробка для файлов, пусть стоит, вот здесь вот, охрененные украшения, да, я тоже так считаю, настенное растение, у меня прям настроение все пропало, серьезно, ну, елки-палки, ну, потратить столько денег, чтобы потом в итоге, просто тебе сказали, не, дружище, не, не, мы тебе платить столько денег не будем, ты как хочешь, а я что могу сделать, я человек простой, я, я уже потратил деньги на покупку, я даже продать эту квартиру не могу, понимаешь, продать не могу, просто не могу даже продать, досадно, блин, досадно, просто обосраться как, постер, небольшое украшение, тебе поставим какой-нибудь кубик, вот такой вот, на радуйся, смотри на кубик, настенное растение, естественно, такой же вот сюда, угу, ну, и, собственно говоря, ламинат, и покраска стен в желтый цвет, настенная лампа, и отделка стен, самый обязательный элемент, элемент говорит нашего, нашей отделки квартиры, ну, давай найдем настенную лампу, где она здесь есть-то, не в специальном, это должно быть в гостиной, да, в гостиной, настенная лампа, вот она, зачем-то вот здесь, вот она будет у нас висеть, и здесь также она будет висеть, только чутка выше должна висеть, пофигу, и, естественно, отделка стен будет в этой комнате, да, и в этой стенде, си, си, отделку стен тоже сделаем, а, а куда, а здесь нет? Ну, и ладно, все, а, настенная лампа, подожди, настенная лампа, Я же повесил. Сколько же их надо повесить? Короче, в каждой комнате, что ли, нужно было сделать? Ну, скорее всего, да. Ну, давай сдаём эту работу. Блин, не могу, прям обидно. Обидно очень. У нас с тобой есть четыре квартиры. Четыре квартиры, и ни одна столько мало не приносит. Это самая дорогая квартира, но вместе с этим она приносит минимум. Просто три тысячи. Наконец-то, флорист. Там-то что? Одни траты. Твою мать, ты мне и так нихрена не приносишь. Ты мне хочешь, чтобы я тебе ещё 400 долларов отдавал на ремонт. Сад-то у тебя как замёрз на улице, ну. Ой, блядь, 20 тысяч долларов у меня осталось. Я просто в жопе. Просто в жопе. Ну, что сделаешь-то? Ничего не сделаешь. В жопе так в жопе. Задание. Возьмём с тобой вот это вот задание. Свой сад в террасу. Чё-то там, короче, ладно. Даже думать не буду. Начать ремонт. Чё тут? Сад, стол, кресло. Вот здесь, короче, наставить нужно всякой ерундистики, чтобы... Или вот здесь. Где-то, короче, нужно поставить... Поставить что-то, чтобы что-то было. Нужно что-то делать, и что-то будет. Цветник. Цветник. Ну, на 8 тысяч можно вот таких вот цветников поставить. Раз цветник. И два цветника. Правильно? Правильно. Два цветника. Отделка полов. Красота. Креслица. Креслица поставим вот такенская. Блин, не влезает. Давай будет стоять напротив. Вот здесь. Ну, поставь ты его. Ну, вот здесь будет стоять. Хотя нет, вообще не круто. Нужно поставить вот здесь вот в уголке. Конечно, в уголке она очень далеко отодвинута, но... И ладно. Кресло раз. Эээ, два кресла, блин. Ну, будет второе кресло вот здесь вот. Ну, поставь ты его. Ну, ну... Всё, отлично. Украшение для сада. Это будет украшение вот такое. Стол ещё нужен. Вот стол было бы круто поставить куда-нибудь. Куда-нибудь так поставить. Давай стол сначала поставим. Тогда будем думать, куда можно будет залепить... лепить фонтанчик. Ну, или же не фонтанчик. Скорее всего, нам придётся тратиться не на фонтан, а на какого-нибудь цаплю. Сюда вот стол поставим и украшение для сада сделаем вот такое. Вот здесь и поставим вот сюда вот цаплю. Вот и красота. Всё, готово дело. Сдать работу. Давай, принимай работу и пойдём к следующему заказу. Я даже бюджет не весь потратил. Ну, где я появился? Почему-то всегда не пишут, что это роутер. Точнее роутер, это телевизор. То холодильник, то телевизор, то тостер сломается, то щиток просто. Я не один, хрен. Всё там пишут, что это роутер. Чё у нас там по отзывам? Ну, неплохо, типа. Только это не наш. Да? Подожди, я-то думал, это уже наш последний ремонт. Это не наш последний ремонт. Наш последний только вот идёт. А где? А где всё то, что мы сделали? Нет ничего, жаль, жаль, жаль. Денюшек дают, денюшек хорошо дают. Сейчас, подожди. Подпишите договор о ренте с платой более 10 тысяч долларов. Для нас это недостижимой целью будет являться ещё очень долгое время. Потому что, потому что лоханулся я вот и всё. Поэтому и будем ждать. Ну, давай ещё вот этот вот, вот это задание возьмём. Думаю, наверное, может быть даже закончим на этом серию. Потому что что-то прям как-то даже настроение пропало. Я не хочу больше. Прям, не знаю, грустно стало очень. Реально грустно. Просто грустно. Столько денег в пустую улетело. Так, где наш дед? А, вон он. Эх, блин. Обидно, досадно, ладно. Давайте. Эх, блин. Хм-хм-хм, хм-хм. Ну, это удачный у деда заход. Он отремонтировал все пока что. А, ну да, все. Каждый элемент мебели он отремонтировал успешно. Так, все, дед, уходи. Пойдем. Давай ремонтировать. Ну, шевелись, пожалуйста, быстрее. Чутка быстрее. Можешь ходить? Что, меня бесишь, блин? Так, что там такое? Отправили профессионала. Короче, это самая убыточная квартира. Если бы ее можно было бы продать, я бы ее продал. Она нихрена нам не принесет. Серьезно, она просто реально ничего не принесет. Мы на пять тысяч договорились, она меня уже просто в минуса загоняет. Так. Ладненько. Так, вернемся мы, опять же, к нашему ремонту. Начать ремонт. Сад, общая комната. А, общая комната. Класс. Люблю я, когда у тебя есть просто общая комната, в которой нужно что-то делать. Пилон, пилон. Стрип-клуб, что ли, какой-то будет или что? Или групповые занятия по танцам на пилоне. Раз, два, три. Три пилона будет. Давай просто в каждый кубик поставим. Вот в этот кубик поставим. Через кубик вот в этот кубик поставим. Переместить. И вот в этот кубик поставим. Такс. А почему он не определяется, как... Как комната эта общая? В чем проблема? Что-то как-то не очень правильно, мне кажется, получается. Нет? Может, я не тут ремонт делаю? Может быть, нужно было вот в этой комнате делать ремонт? Не знаешь? Я тоже не знаю. Кресло, кресло, столик, столик, столик. Ну, давай вот это продадим. Сразу появилось все. Диван. Диваны мы будем ставить вот такие. Типа заложить, Даня. Не знаю, что это будет. Диван, диван, диван. Зачем-то я оборот в другую сторону сделал. Можно было бы просто прокрутить один разочек в противоположную. Вот так, например. Четка больше расстояния. Просто если я вправо подвину, то будет расстояние... Хотя... Нет, смотри, не будет. Теперь ровненько. Кресло. Ёпти, кресла-то какие. Смотри, моднявые. Поставим вот сюда вот два кресла. А, мне их три нужно поставить. Мне три некуда ставить. Куда мне третий-то поставить? Вот сюда в угол, чтобы тут сидел. А сюда в угол тоже не поставишь. Вот сюда в угол есть только. Не знаю, зачем, но просто здесь пусть будет. Мне же нужно куда-то поставить. И столики. Столики, столики будут у нас с тобой вот... Тайкенские. К чему они здесь будут вот такие, я не знаю. Просто потому, что мы можем. У нас деньги-то и есть на них. Блин, криво. Вот сюда и вот сюда. Все. Красота. И, естественно, телевизор. 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 Вот сюда повесим телевизор. Ты можно еще вот сюда, наверное, повесить телевизор. Денег-то в вагон. Главное, чтобы в саду надо было. Не нужно будет тратить. Статуи. Ёлки-палки. Мне на статуи денег не хватит сейчас. Придется телевизор продавать. Представляешь? Сейчас телевизор будем продавать. Так, так. Почему я не могу поставить? Что мешает? Какие-то злые силы мешают. Твою мать. Это еще и украшением для сада считается. Продать. 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 Начнем с украшений для сада. непосредственно с вот этой вот ерундистики какой-нибудь не особо дорогой и фонтанчика где-нибудь вон там. Теперь перейдем к статуе. К статуям. Ну-ка. Вот сюда вот поставил. Я не понимаю, почему, в чем проблема поставить туда статуи, но видимо игра считает, что это проблема. Ну вот-вот. Почему там красная? Неизвестно. Статуя, статуя, статуя и еще одна. Все? Мы уместились в бюджет. Ну тогда пойдем декора минимальное количество. Ну давай сюда тогда декор какого-нибудь залепим. Лимонное дерево. Пусть стоит вот тут. Лимонит. Что там по декору-то? 2% стало. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Вот это серьезное заявление. 12%. Ого-го. Кошмар. Если нам столько декора нужно. Откуда же мы возьмем столько в таких количествах? Сколько? 23. 23%. Вот эта картина здесь вообще ни к чему, но она здесь будет. 36%. Денег не остается. Вообще. Вообще минимум денег. Что нам нужно еще сюда залепить? Чтобы был декор какой-то хоть какой-никакой. Давай олени рога повесим. Не знаю, олени рога всем помогают. Вот сюда цветочки. Ну-ка. Сюда вот цветочек повесим. Вот сюда тоже цветочек повесим. Пускай висят. И сколько? 44%. Ладно. Давай заканчиваем с этой квартиркой. Сдаем работу. Ждем отзыва. Туда отправляем профессионала. Просто вот... Надо было копить вот этот дом. Чтобы наверняка... Чтобы просто наверняка чтобы, блин, точно 10 тысяч нам дали. Я просто тупанул и все. Блин, ну хотя бы вот такой вот домик надо было. Хотя бы вот такие вот домики. Вот они хорошие дома. Но вот в этой халупе, блин, никто же не будет снимать за такие деньги. Что-то я, конечно, не подумал. Ну тупанул, что я могу сделать. Подожди. Мне нужно что-то сделать. У меня проблемы с роутером. Я же тебя отправил профессионально. Профессионала, разве нет? Ну, видимо, да. Видимо, отправил и просто он до него... Что за звук? Странно. Вы взяли в сумму. Такую-то 15 тысяч с вас списали. Просто пятнашку. Оп, и все. Досадно. Чего? Тебя еще и обокрали, дура ты. Убыточная квартира. Просто реально убыточная. Ее иначе не назовешь. Я же отправлял кого-то. Я отправил профессион... А, я отправил профессионала с водой. Что-то я вообще... Что-то я просто растерялся. Я уже прям не могу. Холодильник, стул. Чего? Куда сбой оборудования? Ты хочешь сказать, что у тебя скоммунизили холодильник? Серьезно? Ты серьезно? У тебя своровали холодильник со стулом. Ой, господи. Реально самая убыточная квартира, которая когда-либо была. Просто одни убытки. От нее одни убытки. Тетка это еще собака такая. Ну просто вообще я не знаю. Мне прям обидно. Реально обидно. Что вот столько денег мы потратили, она еще и сосет эти деньги. Да пошла ты в жопу, тетка. Чини потом сама. Успех. Да хрена себе успех. Давай на этом закончим. В следующей серии мы с вами будем дальше. Дальше зарабатывать деньги. И дальше будем пытаться вылезти из этой задницы. Спасибо за просмотр. Поставь обязательно лайк и подпишись на канал, если этого не сделала раньше. Прокомментируй. И до встречи. Встретимся, короче, с тобой в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok